Ростов Тайм 3 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 Ростов Тайм 4 В общем, нам нужно какое-то мероприятие, чуть-чуть, чтобы пободрились, так что думали, что сделать, и кто-то предложил на это место прийти и выпить. Подобные мероприятия как часто за сезон провожились? Я не имею в виду игру, гольф, рыба. Ну, один раз мы где-то покушали место, но это было недостаточно. Это наша проблема этой команды, что мы почистить, что-то так и сделаем. То есть все эти мероприятия, они необходимы для того, чтобы неким образом сплачиваться душой? Ну, чтобы создали какую-то атмосферу командную, что создаваем весь год. А почему тогда их было мало? Ну, хороший вопрос. Некогда? Было некогда? Ну, так получилось. Мы могли пойти на рыбалку, но было холодно, так что. В Черногории говорят, что на рыбалку ходить последнее дело, да? Да. На самом деле ситуация достаточно тяжелая. По настроению команды, что вы думаете? Ну, посмотрите, думаю, что они привыкли. Им настроение очень хорошее. Мне только жалко, потому что мы независимы только от нас, от самих собой. Так что будет трудно и выиграть ЦСКА, и там, чтобы остальные результаты у нас получились. Но все возможно. Футбол и спорт, все это возможно, надо верить. Но самое главное, что некоторые уже думают, что мы уже выиграли ЦСКА. Это большой проблем. Потому что с каким составом ЦСКА здесь не будет, они нормально пропускать не будут. А я уже сказал, там, может быть, не будет играть Цауня, но будет играть Гонзалес, не будет играть Думбия и будет играть Нецит. Что у них со составом будет достаточно хорошо. Там, если еще Мамаев, Шеников, который не играл, братья Березуцкий, Васин. Ну, неплохой состав у них будет, а думаю, что уже там в медиах и в головах некоторых здесь уже эта игра выиграна. Только вопрос, если остальные наши конкуренты, если у них будет хороший результат. Однажды вы сказали, что хорошая команда быстро не строится. Да. Может ли это означать, что не после, скажем, такого не очень удачного исхода мы все равно будем работать? Работать. У него были самые лучшие намерения, но дело зашло слишком далеко. Порог проник ему в кровь. И при виде поля для игры в любовь он забыл обо всем на свете. После игры во что? После футбола или после боя? После боя. После боя я подожду. Не надо концентрироваться на год. Аккуратно. Надо чаще, я думаю, встречаться, надо чаще общаться, быть с командой. Не всегда это получается. Напряженный график, тренировки, соревнования. Поэтому удалась возможность вот в столь прекрасном месте, благодаря нашему руководству, Али Мусаевич предложил, это Сергей Иванович поддержал, встретиться в неформальной обстановке, пообщаться, поговорить. А ты знаешь сказку про... Иван Царевич умер. Жаба задушила. Что? Ну, Иван Царевич, он искал невесту, стрелу закинул, попал в лягушку. Лягушка была маленькая. Потом она выросла. А анекдот в чем заключается? Понятно, понятно. Информация, Иван Царевич умер. Жаба задушила. То есть лягушка выросла, его жена его задушила. А, понятно. Жениться не надо, да? Да, примерно. Пошел право-лево. Ну, скажи, что знаешь. Мы уже много русских слов знаем. Перечислить все. Право-лево, назад, период максимум. Хорошо, спасибо. Привет, адвокат. Мужа. Нормара, нормара, нормара. Самое главное. Мани, мани. Зарплату, зарплату, зарплату. Это осталось хорошо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо. Понятие игры англичанину недоступно. Он превращает спорт в пожизненную кадрку, принося ему жертву свою душу и тело. В швейцарском или в немецком санатории на вас обрушиваются чудовищно толстые мужчины и толкуют вам о том, что некогда они были призовыми спринтерами или защищали честь своих университетов в состязаниях по прыжкам в высоту. Чахоточные мужчины между приступами кашля рассказывают о галах, забитых ими в те времена, когда они были блестящими хавбэками или форвардами. На больших дорогах то и дело встречаются немощные теннисисты, одноногие конькобежцы, отечные наездники, побыляющие на костлях. А это самые дорогие. Я тебе потом скажу, что мне тренер сказал про гольф. Как вам гольф? Красиво, хорошо. Другое строение. Это хорошая коллективная команда. Как вы себя чувствуете? Хорошо себя чувствую. Внимание? Да, без проблем. Вы в Ростове уже который год? Я это... Три половины года. Три половины? Да. Как вам Ростов? Ростов очень хороший город. Я понравился в Ростове. Я думаю, что кроме Москва и Сен-Петербурга. Я думаю, что Ростов уже третий город, который я нравится. А скажите, что у нас в защите не получается? Ну, я думаю, что новые ребята и еще молодые футболисты. Опыты. Да. Потому что центральный защитник, он такое место, где нужно... Это так же, как в Ростове, и так же, как центральный защитник. Нужен опыт, нужно... Люди, которые не стесняются, разговаривают. Помогаю по защите. Поэтому я думаю, что это немножко, что... Ребята надо учиться, и... еще много ребят, кто здесь первый год, кто здесь только пришел. Ну, я-то помню, как вы играли в защите в Москве, и... без сомнения, лучше. А советы вы им даете? Ну, я думаю, что они надо больше не стесняются, надо больше разговаривать. И... Потому что защитник это такое место, когда ты разговариваешь больше, кто впереди. У тебя опона, это получается, у тебя как защитник. Ну, мне кажется, что... достаточно много матчей мы проиграли из-за ошибки, ошибок в защите. Ну, я не могу сказать только за ошибок защитных. Я думаю, что мы тоже мало забиваем. Потому что... Когда... Наверное, когда первый забьешь, забьешь 1-0-2, у вас уже есть, что защищать. А когда пока еще не забьешь, если пропусти, получается трудно забьешь. Потому что уже... Есть уже какие-то проблемы, потому что пропусти. Ну, это элементарный страх, мне кажется. Ну, а когда уже первый забьешь, уверен тоже. Вы с какой страны? Нигерия. Нигерия? Да. А там футбол популярный? Ну, первый способ Нигерии это футбол. У вас дети? Ну, пока нет. А в семье сколько детей? У нас семья семь детей. Четыре девушки и три мальчика. Один футболист? Младший брат тоже футболист. Где играете? Там Нигерия. Нигерия? Да. Скажите, пожалуйста, вы дальнейшую свою жизнь планируете? Еще раз. Дальнейшую жизнь свою планируете? Ну, есть что планирую, но пока я играю в футбол, и когда заканчиваю, я думаю, что, наверное, бизнес будет делать, потому что у меня папа был бизнесмен, поэтому я думаю, что закончу футбол, будет бизнес, потому что надо больше проходить, прямо семья. Если бы... Есть кто-то футболист, которые хотят еще быть тренером, но я думаю, что быть тренером это тоже трудный профессор, потому что... Мне кажется, труднее, чем футболист. Да. Больше времени надо проходить еще с командой. Мало-помалу, наши спортивные игры начинают перенимать иностранцы. Будем надеяться, что наш пример послужит им предостережением, и они сумеют остановиться вовремя. Пока что их отношение к спорту вряд ли можно назвать слишком серьезным. Футбол приобретает в Европе все большую популярность, однако французы все еще не отказались от мысли, что наилучшим ударом является тот, от которого мяч взлетает высоко в воздух, после чего следует принять его на голову. Позвольте выразить надежду, что наша команда будет чаще встречаться и с нами, и с вами, и друг с другом. И следующий сезон оставит более яркие впечатления, чем минувший. Программа «Ростов Тайм» третий в тайм-ауте на две недели, а затем мы вновь принимаемся за работу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин